Из присущих человеку естественных свойств Жизнелюбие прививается труднее всего В те годы, когда энергия рождалась в тебе сама собой, ею хотелось поделиться Но оказалось, что чужое жизнелюбие никогда не прививается Либо оно есть, либо нет Точно так же, как здоровье или честность, или карие глаза, или баритон Я бы даже мог попросить у нее, чтобы она подарила мне кусочек своего жизнелюбия Аккуратно его упаковав и объяснив, как им пользоваться Но толку для меня от этого не было бы никакого Пусть я, забившись в уголок и изнывая от жалости к самому себе Ждал бы хоть целый месяц И я мог только уйти от нее Неся себя осторожно, словно треснувшую тарелку Уйти в мир горечи В котором я научился видеть свой дом, выстроенный из материалов, какие отыскались в этом старом мире И напомнить самому себе, закрыв ее дверь Вы соль земли Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Фрэнсис Скотт Фитджеральд Крушение Скотту еще не было и сорока Его уже считали исписавшимся автором Его талант был таким же естественным, сказал Хемингуэй Как узор из пыльцы на крыльях бабочки Одно время он понимал это не больше, чем сама бабочка И не заметил, как узор стерся и поблек Позднее понял, что крылья его повреждены И понял, как они устроены И научился думать Но летать больше не мог Потому что любовь к полетам исчезла А в памяти осталось только, как легко ему леталось когда-то Этот портрет неудачника Завершал алкоголь и несчастная жена, страдавшая шизофренией Весною 1934-го Вышел роман «Ночь нежна», в котором Скотт описал свою боль Некоторые ценители пришли от него в восторг Но в целом публику книга не покорила Эрнест, считавший этот роман лучшим из всего, что сочинил его друг Говорил ему больше не о достоинствах, а о слабостях Обвинял в недостатке самодисциплины В том, что многие страницы созданы исключительно для критиков, снобов А главное, что писатель слишком уж увлекся личной трагедией Фитт Джеральда это очень задело Тем более, что в чем-то он сознавал правоту Хемингуэя Нужно было начинать жить как-то иначе И вот в одну осеннюю ночь он собирает свои вещи И бежит в какой-то маленький городишко Поразмыслить, почему у меня выработалась Горестная склонность к печали Безрадостная склонность к безотрадности Роковая тяга к трагизму То есть, каким образом я отождествил себя С тем, что внушало мне ужас и сострадание Питаясь дешевыми обедами Стирая себе белье Он пишет там эссе «Исповедь» под названием «Крушение» Бесспорно, вся жизнь – это процесс постепенного распада Но те удары жизни, которые становятся Драматической кульминацией процесса Страшные, неожиданные удары Насимые извне Или так кажется, что извне Те, о которых помнишь Те, на которые сваливаешь все неудачи Те, на которые сетуешь друзьям В минуту душевной слабости Такие удары и их последствия Осознаются не сразу Бывают и другие удары Изнутри И их ощущаешь только, когда Ничего уже нельзя поправить Когда ты вдруг постигаешь с непреложностью Что в каком-то смысле Прежнего тебя не стало Распад первого рода Представляется быстрым А второй идет почти незаметно Но осознаешь его потом Как нечто внезапное Лет до сорока девяти Все будет в порядке, говорил я себе На это я могу твердо рассчитывать А для человека, прожившего такую жизнь Большего и не требуется И вот Я вдруг понял Что до времени Потерпел крушение Скотт Фиджеральд Крушение, конечно, заключалось Не только в профессиональной неудаче Жизнь утратила смысл Ощущение, будто я стою в сумерках Где-то на безлюдном стрельбище И у меня вышли все патроны А все мишени убраны И никаких конкретных забот Просто молчание И тишина, в которой слышно, как я дышу Он вдруг почувствовал Что никто и ничто ему не нравится А он только пытается Убедить себя в обратном Что его любовь к самым близким Свелась к старанию их любить А отношения с другими людьми Издателем, владельцем табачной лавочки Ребенком приятеля Он поддерживал только потому Что когда-то запомнил Что так нужно Это горькие признания Но на них тоже нужно иметь силы Он называл свое эссе Мой де профундис Подразумевая и знаменитое письмо Исповедь своего Любимого Оскара Уайльда И саму покаянную молитву Давида Из глубины Из глубины воззвал к Тебе Господи Господи, услышь голос мой Да будут уши Твои Внимать глаз умоления моего Если будешь замечать беззаконие Господи, Господи Кто устоит? Ибо у Тебя очищение Имени ради Твоего Потерпел Тебя Господи Потерпела душа моя В слово Твое Уповала душа моя На Господа От стражи утренней до ночи От стражи утренней Да уповает Израиль на Господа Ибо у Господа милость И многое у Него избавление И он избавит Израиля От всех беззаконий его Песнь восхождения Одним из первых своих крушений Он назвал отказ красавицы Зельды От его предложения руки и сердца Она была еще и богачкой К тому же дочерью судьи штата А он хоть и был отпрыском состоятельных Ирландцев, католиков Будущее имел пока что весьма туманное Чтобы завоевать расположение невесты И ее почтенный родним Скотт начинает описывать свою судьбу Обычную для молодого человека в Соединенных Штатах Увлекается и создает свой первый роман По эту сторону рая Самый притягательный персонаж этой книги Священник Дарси Это директор его школы Чудесный отец Фей С которым в марте 17-го Они должны были вместе ехать в Россию С миссией Красного Креста Но не поехали из-за октября А через год Фей умер от воспаления легких Со смертью этого человека Скотт Весь мой маленький уютный мирок Разлетелся на куски В 19-м он отослал свой роман в издательство И вскоре получил ответ Книга так разительно отличается от всех остальных Что трудно даже предсказать Как ее примет публика Но всем и за то, чтобы пойти на риск От радости Фейджеральт бросился Останавливать машины на улице Чтобы поделиться счастьем Книгу ждал ошеломляющий успех И Скотт посватался вторично Стыдно сознаться Сказала Зельда Но поначалу я не очень-то верила в тебя Как приятно сознавать Что ты действительно способен на многое И мне радостно Что быть может Я чем-нибудь смогу тебе помочь Все получилось хорошо Только хорошо все получилось Для другого человека Каким я тогда стал Этот другой человек С чековой книжкой в кармане Спустя год женился на той самой девушке Но в нем уже навсегда Затаилось недоверие И враждебность к богатым бездельникам Не отношения убежденного революционера Скорее тайная Незатухающая ненависть крестьянина И с тех пор я не могу не задаваться вопросом Откуда берут деньги мои друзья И не могу забыть, что было время Когда любой из них Мог осуществить по отношению к моей девушке Право сеньора Скотт Фиджерет Впрочем, вскоре их захлестнул карнавал Начинались 20-е Время преуспевания Америки Годы, которые с его легкой руки Назовут веком джаза И сам он воплощал американскую мечту Молодость, красоту Обеспеченность, успех Жизнь закружилась В бесчисленных вечеринках Пирушках, дебошах Невинных и не очень пьяных выходках В которых Зельда не отставала от него Но такой красивой и изящной паре Все сходило с рук В то время Фиджеральд верил, что это и есть счастье Мы мчались куда-то на такси Пишет он на закате дня Когда небо над высоченными зданиями Переливалось розовыми и лиловыми тонами Я ехал, распевая во все горло Потому что у меня было все, что я хотел И я знал, таким счастливым Я уже больше не буду никогда Еще поступив в Принстон Скотт решил, что отход от церкви Это свидетельство развитого ума И литературного дара Но отходил он не без борьбы То вдруг начинал посещать мессы То поститься по пятницам Сейчас же Мой католицизм уже не более чем воспоминания Дело не в том, что он не соответствует истине Все гораздо глубже Во всяком случае, я не хожу в церковь Эта философия подошла мне в ранние годы моей взрослой жизни Когда я видел, как реальностью становятся вещи невероятные Неправдоподобные, порою немыслимые Если ты не обделен ни умом, ни старательностью То как бы ни сочеталось в тебе то и другое Течение жизни покориться тебе легко И казалось, как это романтично Быть преуспевающим литератором Тебе не мечтать о славе, в которой купаются кинозвезды Но зато уж та известность, какой ты добился Останется надолго Тебе не мечтать о силе, которой обладают люди Последовательных политических или религиозных убеждений Но зато уж ты, конечно, куда более независим Скотт Фиджеральд Крушение В 1924 году с маленькой Скотти, получившей свое имя в честь отца Семья уехала в Европу Там заканчивается и публикуется великий Гэтсби Названный Эллиотом, например, следующим шагом американской литературы Сделанным за 20 лет Фиджеральд тоже считает роман шедевром Сейчас я ощущаю в себе огромную силу, пишет он В некотором роде гораздо больше, чем когда-либо ранее Он знакомится с Хемингуэем И всегда щедрый к молодым талантам По сути становится литературным агентом И первым редактором нового друга Но годы признания кладут начало и драме Зельди надоедает быть половиной известного писателя Она начинает брать уроки живописи Потом занимается балетом, надеясь попасть к Дягельву И все это с неистовством, словно наверстывая упущенное Но и не прекращая пить Нервы ее сдали Она впервые оказалась в больнице Где вскоре ей поставили страшный диагноз Чуть позже в Америке В одной из клиник она написала книгу Скотт к ужасу обнаружил в ней некоторую схожесть С романом «Ночь нежна», над которым он тогда работал А в одном из неприглядных героев узнал себя Боже мой Я увековечил ее в своих книгах А единственное ее намерение При создании этого мутного типа Превратить меня в ничтожество Наша любовь была Единственной в столетие Когда в наших отношениях Произошел разлом Жизнь потеряла для меня всякий смысл Если Зельда поправится Я снова буду счастлив и обрету покой Если нет Я промучаюсь до конца своих дней Мы с Зельдой были друг для друга всем Воплощением всех человеческих отношений Братом и сестрой Матерью и сыном Отцом и дочерью Мужем и женой Фиджеральд Всякого кто слушает слова мои И исполняет их Говорит Господь Я уподоблю мужу мудрому Который построил дом свой на камне И пошел дождь И разлились реки И подули ветры И устремились на дом И он не упал А кто слушает и не исполняет Мужу безрассудному Создавшему храм свой на песке И пошел дождь И разлились реки И подули ветры И налегли на дом тот И он упал И было крушение его великое Я метался по постели Кусая подушку Пишет Скотт в своем эссе И до меня вдруг дошло Что уже два года я живу За счет ресурсов Которых во мне не осталось И как физически, так и духовно Я уже кругом в долгу От умножения беззаконий Любовь оскудела Но я не в силах жить Без того, чтобы меня не любили Поэтому, несмотря на все ссоры Фиджеральд продолжал опекать жену А когда он растерял надежду На проселочных дорогах Ведущих к клиникам Зельды Это его слова Тогда она в минуты просветления Стала утешать его Мой любимый ненаглядный скот Мне так грустно От того, что я превратилась в ничто В пустую скорлупку